Добрый вечер, уважаемые криворожане! Сегодня мы с вами поговорим вечером о двух серьёзных вещах. Первая тема. Я хочу коснуться такого животрепещущего вопроса для кривого рога, как сокращение на комбинате Арселор Миттл Кривой Рог. На 2016 год собственник предприятия запланировал путём внесения изменений в организационные структуры, путём сокращения вакансий и изменения штатного расписания, запланировал сокращение на Арселор Миттл Кривой Рог в следующем 2016 году приблизительно на 10 тысяч человек. Это катастрофическая цифра, поскольку в 2005 году на Арселоре работало 54 тысячи человек, на сегодняшний день на комбинате работают 27 тысяч 800 человек, и собственник планирует сокращение ещё на 10 человек. Если такими темпами всё пойдёт, то через год на горно-миттлурском комбинате, на городообразующем предприятии Кривого Рога останется всего лишь 17 тысяч. Независимые первичные профсоюзные организации Арселор Миттл борются за то, чтобы собственник прекратил пагубную политику сокращений. Можно понять предприятия, которые еле-еле сводят концы с концами, и то сохраняют рабочие места. Но гигант металлургии – одно из крупнейших металлургических предприятий в Европе, где прибыли составляют миллионы долларов. Сокращать рабочих – это значит, что 10 тысяч человек уйдут на улицу с семьями, и это фактически 10-я часть Кривого Рога останется без куска хлеба. Что делают профсоюзные организации, которые действуют на предприятии Арселор Миттл Кривого Рога? Независимая первичная профсоюзная организация Пауэрселор Миттл Кривого Рога подала собственнику ряд требований, в которых требуют полностью прекратить, наложить малориторий на сокращение и высвобождение работников. Второе. Любые изменения в штатном расписании, в изменении в организационных структурах согласовывают исключительно с профсоюзными органами. На сегодняшний день иногда происходят консультации с профсоюзными органами, которые ведет менеджмент комбината. Однако эти все предлоги по сокращению звучат крайне неубедительно. Непонятно, зачем высвобождать количество работников и ту же самую работу возлагать на плечи оставшейся части людей, фактически нагружая, и в тяжелых, неимоверных условиях нагружая людей, рискуя безопасностью производства. Самое основное, что должно беспокоить город и городскую власть, теперь уже как бы новый состав депутатов городского совета, должно беспокоить вопрос занятости криворожан, которых планирует высвободить собственник Арселор Митл Кривой Рог. Ведь рынок трудозанятости в Кривом Роге отсутствует. И высвобождение людей, наших земляков, это будет катастрофически. Сказываться на жизненном уровне простого человека. Почему бы депутатам городского совета, но избранным, не задуматься и не предпринять уже наперед ряд превентивных мер, чтобы не допустить необоснованного сокращения высвобождения криворожан с металлургического комбината. В этом плане показательным является тот вопрос, что в рамках диалога о социальном партнерстве и доли договора о социальном партнерстве собственник комбината выделил для нужд города в середине этого года определенную немалую сумму для ремонта асфальтного покрытия. И вы знаете, что в городе достаточно были отремонтированы за последние месяцы асфальтовое покрытие, дороги. Это все было сделано за деньги Арселор Митл Кривой Рог. Как бы откупаясь наперед от вмешательства городских властей в вопросы кадровой политики на Арселоре. Я считаю, что это недопустимо взять деньги на ремонт дорог и закрыть глаза на сокращение рабочих на комбинате. Что такое для бюджета города сокращение на 10 тысяч работников комбината? Даже для бюджета города это чревато потерять доходной части бюджета, поскольку подоходный налог на зарплаты людей идет в городской бюджет. Поэтому я считаю, что местной власти необходимо предпринять ряд мер и вступить точно так же одной из сторон в трудовой спор, который начинают профсоюзные органы на комбинате по приостановлению и наложению мораторий на любые сокращения, на любые действия, связанные с высвобождением людей. Вот такой вопрос. Я считаю, что это очень немаловажно. Все почему-то думают, что на Арселоре живется рабочим нормально, у них хорошая зарплата, но это далеко не так. Планируется много высвободить женщин, среди них одинокие матери, у которых есть дети, они их сами воспитывают на одну зарплату, небольшую, небольшую зарплату. Поэтому очень важно, чтобы здесь помогала сейчас местная власть профсоюзным органам бороться с сокращением на комбинате. Я прошу обратить внимание на это и вас, уважаемые криворожане, поскольку это кажется на жизненном уровне и на жизненном богосостоянии города в целом. Второй вопрос, на который бы сегодня хотелось обратить внимание. Каждый из нас, наверное, не остался замеченным для каждого из нас то, что в это прошлое воскресенье был второй тур выборов городского головы. И кто уважает себя, тот сделал свой выбор и пришел, и не игнорировал свое право на выбор, а сделал волеизъявление и пришел, проголосовал на участке. Тот, кто себя уважает, я так считаю. Тот, кто себя не уважает или считает право иметь выбор лишним, тот не пришел. Поэтому сегодня я бы хотела обратить внимание, поскольку мы не можем агитировать, высказываться за или против, поскольку окончательного итога голосования еще не установлено, и я воздержусь от каких-либо призывов. Но не могу не высказать словами народного депутата Украины Семена Семенченко. Позвольте, я прочитаю его пост. Дело в том, что в Кривом Роге последние дни находятся группа народных депутатов, по итогам голосования проводится определенная работа за одного из кандидатов, и на пост городского головы, и группа народных депутатов осуществляет юридическое организационное сопровождение. И вот Семен Семенченко оставил на фейсбуке такое послание для Криворожан, народный депутат Украины. Кривой Рог, что делать? Не опускать руки. И Януковича тоже признавали легитимным. Второе. Мы вас не бросим. Третье. Никакие фальсификации, никакие коррупционеры не устоят перед желанием людей жить по законам, а не по понятиям. Но это только если вы этого сильно захотите сами, как вчера. Я помню ваши глаза вчера, вашу сдержанность, интеллигентность, волю и решимость. Мы вас не бросим и не отступим. Точка. И то, что сейчас происходит в Кривом Роге, в том числе, в том или ином виде, происходит во многих городах и селах Украины. И дело не только в одной из партий. По большому счету, они мало чем отличаются от тех, кто голосовал сегодня в Горсовете в унисон с ними. Только что закончилось собрание активистов вчерашней акции протеста. Вечером собираем еще один митинг протеста. Бессрочный. Фактически Криворожский Майдан. Возле Горисполкома в 17.00 я, народный депутат Украины, а также народные депутаты Ярослав Маркевич и Егор Фирсов, депутаты Городского совета от самопомощи, будут ввести прием граждан в помещении Горисполкома сегодня с 15.00. Рассматривать ваши жалобы. Если надо, круглосуточно. Кривой Рог, если ты хочешь добиться справедливости, вставай. И мы ее добьемся. С Богом! Егор Соболев сейчас проводит и собирает митинг под ЦВК в Киеве. Потом едет к нам. Кривой Рог, объединяемся. По нам, исправящей партии в городе, очень не рекомендуется устраивать силовое противостояние. Мы все прошли фронт. А вы только разборки 90-х. Детушки уже ничего не решат. Вот такое послание оставил в Фейсбуке народный депутат Украины Семен Семенченко. Тяжело здесь что-либо добавить. Ведь правда, у криворожан был уникальный шанс. Они его использовали. И во втором туре показали волю и стремление к изменениям в городе, в сторону демократии, прогресса, молодости. Уважаемые криворожане, я вам могу точно сказать, криворог изменился. Потому что последние годы, последние два года сильно изменили криворог и криворожан. Мы стали ближе друг к другу. Мы стали патриотичнее друг к другу. И патриотичнее по отношению к нашей родине. Мы стали понимать друг друга, чувствовать несправедливость. Чувствовать, как нас обманывают. Противостоять этому. И поэтому сегодня, без пафоса, хочу сказать, давайте мы не будем сидеть возле теплых экранов телевизоров на теплых диванах. Давайте мы все-таки соберемся опять. И последнее. Как бы ни сложилось, новый состав городского совета уже избран. Депутатам есть чем заняться. И новому мэру будет чем заняться. Я баллотировалась в городской совет по 4 округу Дзержинский район. Это старые постройки, которым по 60-70 лет, как Сахимовские, Криворожсталевские домики, на улице Ландау, ветеранов труда, постышевая революционная часть Кассиора. Там живут люди старшего поколения, в основном. Есть, конечно, молодые, но в основном старшего поколения. И мне бы очень хотелось, чтобы новые депутаты, новый мэр не забывал обращать внимание на состояние дорог на этих улицах, на состояние домов, на состояние крыш, подвалов, канализационных и вводных коммуникаций, обеспечения теплом, особенно домов по улице Революционной, состоянием дворов, где сухие деревья упираются в балконы и в окна 4-5 этажа. Поэтому, как бы там ни было, я обращаюсь к депутатам городского совета, которые будут курировать мой любимый 4-й округ, моих любимых бабушек и дедушек. Поскольку я не стала депутатом, к сожалению, не хватило немножко голосов, но мне бы хотелось, чтобы за этих людей заботились другие депутаты, которые стали ними. Поэтому я посылаю послание новым депутатам. Не забывайте, пожалуйста, за наших стариков. Им некому помочь, кроме нас. Поверьте, у них маленькая пенсия, у детей не всегда доходят руки, многие одинокие. И за них нужно заботиться в первую очередь. Они многого не просят и многого не хотят. Они просто иногда хотят, чтобы у них было в домах тепло, на улицах горел свет, чтобы не падать и не перецепаться через ямки, и чтобы вывозили вовремя мусор. У них небольшие потребности. Они хотят теплоты и заботы. Поэтому я посылаю послание для новых депутатов. Берегите наших стариков. С любовью, уважением, кривому рогу, криворожанам. Ваша Инна Иванченко.